В этом видео мы добавим сотрудников в организации. Для начала давайте создадим новый ViewController и назовем его EmployeesViewController. Теперь давайте добавим организацию, для которой мы будем просматривать список сотрудников. Воспользуемся свойством Title у ViewController для отображения названия организации в заголовке. Написав во ViewDidLoad следующее. Откроем StoryBoard и добавим новый ViewController. Зададим ему класс EmployeesViewController. Перед этим предварительно собрав проект. Теперь добавим SEGUE к нашему новому ViewController с типом Show. Зададим ему идентификатор Employees. Добавим TableView и зададим ей констрейнты. Выставим дата-сорсом и делегатом таблицы наш ViewController. Зададим PrototypeCell. Зададим PrototypeCell. Добавим NavigationItem. Добавим NavigationItem. И зададим SystemItemAdd. Сделаем action. Сделаем action. Add Employee. Сделаем Outlet до TableView. Закроем лишние окошки, чтобы было лучше видно. Откроем EmployeesViewController и напишем следующее. создадим новый метод для инициализации FetchResultsController и добавим его вызов во ViewDidLoad. Затем напишем PerformFetch. Реализуем метод настройки FetchResultsController уже знакомым нам кодом с тем условием, что теперь сущность будет Employee. Стоит уделить внимание тому, что теперь нам нужны не все сотрудники, а только конкретные организации. Поэтому добавим предикат. Добавим экстеншн и реализуем Delegate FetchResultsControllerDelegate. где повторим все то же самое, что мы сделали для списка организаций. Осталось только реализовать табличный DataSource. Давайте сделаем это, написав следующий код. Вернемся к методу AddEmployee. Для начала объявим переменную контекст, который возьмем из нашей организации. После чего добавим в контекст новый объект класса Employee. и заполним необходимые поля. Теперь добавим сотрудника в организацию. Этот метод не является частью CoreData, а был сгенерирован для нас при сборке проекта. Если в этом месте не вызвать сохранение контекста, то можно увидеть, как сотрудник добавляется, но при перезапуске его уже не будет. Поэтому добавим сохранение. Откроем OrganizationsViewController и добавим следующий код. Реализуем метод PrepareForSegway. Написав в нем следующее. Сначала проверяется идентификатор Segway. Затем мы получаем ViewController для отображения списка сотрудников. Потом получаем IndexPath для выбранной ячейки. И вуаля! Мы передали организацию во ViewController. Давайте запустим наше приложение и попробуем выбрать организацию. Мы увидим, что наш переход сработал и в заголовке показывается название организации. Нажмем на плюс. И увидим, что появился сотрудник. Если вернуться назад, то также мы увидим, что количество сотрудников у организации поменялось. В следующем видео мы подробнее поговорим про Memory Management объектов CoreData и про отношение объектов между собой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok